я не стал писать вообще все необходимые тесты которые покроют каждый сценарий звучит неплохо правда мы заведем отдельный поток будет сам по себе рефрешится нам необходимо хранить не только текущий токен но еще и ошибку и вот эти две задачи по факту не такие простые сути когда мы ждем делать нам нечего потому что между нашим было тайл видом нашим было тайл в райта могло произойти все что угодно то есть это по сути класс который просто хранит два значения потому что сейчас будет еще лучше здорово ребят чё кого надеюсь у вас все хорошо потому что сейчас будет еще лучше ведь вы на канале м gc меня зовут алексей и я сегодня без мышки александр такое не одобряется но вы тоже понимаете что вас ждет кое-что интересное то ли по злову сердца то ли потому что есть еще что рассказать сегодняшнее видео будет опять про многопоточность в одном из наших прошлых видео мы рассказывали вам про блокировки в языке java там решали одну интересную задачу так вот сегодня давайте мы ее немножко изменим чтобы познакомиться с atomic reference экзекьютор сервисом и одной интересной монадой звучит неплохо правда прежде чем мы начнем гляньте например того как вы можете поддержать нас и нашу работу но если вам не сложно то нам двойне приятно спасибо и давайте начинать ну и также небольшое вступление стоит напомнить что данное видео не про основы и азы многопоточного программирования как все это делается в java вам уже необходимо знать ну и далее по протоколу первое мы с вами ставим себе задачу которую будем решать второе мы будем собственно решать эту задачу вариант решения сегодня будет только один но он очень объемный интересный так что скучно не будет третье мы разберемся как же протестировать написанный нам код здесь же мы немножечко посмотрим на производительность ну и четвертое мы конечно подведем итоги и сделаем выводы поехали представьте что вы пишете многопоточное приложение например веб-сервис в работе вашего сервиса вам нужно делать рейст запросы в другой сервис чтобы это сделать вам для начала нужно сгенерировать такин а потом уже с этим таки нам делать ваши рейст вызов и так вот если у вас вызов удаленного сервиса scenes и делается из нескольких потококов то каждый из них будет генерировать себе отдельный токен и его использовать если такие генерации таки намного то есть смысл на стороне вашего приложения сделать специальный класс токен holder он собственно и будет заниматься тем что если только на еще нет при вызове данного токенхолдера он его сгенерирует а потом для всех последующих вызовов из любых потоков он будет возвращать тот же самый токен потому что время его жизни достаточно продолжительное а теперь представьте что вы не хотите чтобы потоки вашего приложения тратили время на то чтобы генерировать этот токен для этого в вашем классе токенхолдер мы заведем отдельный поток который будет собственно и заниматься генерации нашего токена все наши потоки приложения когда будут обращаться к токенхолдеру будут практически сразу без каких-либо блокировок получать текущий валидный токен и токен как вы видите из данной картинки будет сам по себе рефрешится по мере необходимости и того мы с вами сегодня будем реализовывать интерфейс токенхолдер у которого есть всего лишь два метода get token и invalidate token ну что ж давайте приступим к решению данной задачи здесь у нас есть supplier который собственно и занимается генерацией нового токена часы для отслеживания времени все эти параметры передаются нам в конструкторе и два метода get token и invalidate token мы также уже понимаем что генерация нашего токена будет производиться в другом отдельном потоке и собственно этот поток должен после генерации токены как-то сделать данный токен видимым для других потоков для потоков нашего приложения понятное дело мы будем хранить нашу переменную качестве поля класса для того чтобы если в нашем background потоки мы сгенерировали новый токен и он стал виден для всех остальных нам необходимо добавить модификатор volatile для нашей переменной чтобы любая запись данный перемен данного поля в одном потоке 100 могла быть видна в другом потоке и уже с этими данными достаточно легко догадаться как будет выглядеть наша имплементация метода get token данном случае мы заводим локальную переменную того же типа токен response цикле вайл мы делаем volatile чтения присваивая в нашу локальную переменную значение которое было сейчас в поле класса проверяем что она не нал потому что изначально как только-только начал работу наш токен холдер на значение никакого еще нету то есть наш background поток не успел сгенерировать случае если наш каран токен все еще нал то мы используем специальный метод thread он спин вейт и если там что то есть то мы просто возвращаем токен данном случае как вы видите у нас в самом начале когда background thread еще не успел сгенерировать новый токен он у нас будет нал в этом случае нам необходимо немножко подождать пока этот токен появится но как бы мы здесь никак не блокируемся по сути когда мы ждем делать нам нечего и здесь мы можем воспользоваться небольшой оптимизации которая стала доступна в джаве начиная с девятой версии это статический метод он спин вейт то есть данный паттерн который вы видите с файлом по сути называется бизи вейт паттерн когда мы в цикле что-то ничего не делаем по факту ожидая какого-то условия до 9 джаве здесь можно попробовать воспользоваться методом илт хорошо вот смотрим мы на эту имплементацию и сразу возникает вопрос что если при генерации нашего токена произошла ошибка она ведь пришла в другом потоке то есть в потоке из которого мы будем вызывать метод китокен мы как бы никак не можем узнать была ошибка в потоке который генерировал токен или не было для того чтобы эту проблему как-то решить нам необходимо хранить не только текущий токен но еще и ошибку которая могла возникнуть случае при его генерации для этого мы воспользуемся одной интересной монадой из и за это монада которая может быть левой а может быть правой и за будет левой если она содержит какое-то невалидное значение и правый если там какое-то ожидаемое значение нашем случае мы наш токен респонс меняем на из у которого левое значение это exception то есть какая-то ошибка а право это наш токен респонс в этом случае наше чтение никак не меняется но немного меняется окончание метода get токен мы пользуемся специальным методом fault который принимает в себя две лямбды первое это лямбда которая будет применена к левому значению из если наш из левый и правая лямбда это значение которое будет лямбда которая будет применена к правому значению из если у нас из-за правая в данном случае если у нас там был exception то мы кидаем runtime exception ну здесь лучше конечно сделать свое отдельное исключение но я уже не стал заморачиваться то есть если у нас была ошибка то эту ошибку мы получим в качестве runtime exception нас в качестве причины у которой будет оригинальная ошибка но если у нас там действительно токен респонс то мы его и вернем так-то лучше теперь давайте займемся нашим потоком который будет генерить для нас токены начиная с пятой версии java вам не обязательно работать напрямую с потоками для этого вы можете использовать астракцию дипиттер сервиса который работает уже не с потоками а с задачами и забирает на себя все сложности менеджмента потока их остановки и менеджмента задач в них нашем случае нам будет необходимо добавлять задачи в этот и kick you to service с некоторые задержкой поэтому мы будем использовать расширение диквид от сервиса а именно шепи лет экхитив сервис как меняется вас класс мы добавляем новое поле которое будет говорить нам о том сколько времени необходимо подождать в если при генерации нашего токена случилась ошибка это будет новый параметр в конструкторе мы его будем хранить в поле класса чтобы оно было доступно дальше мы пользуемся статическим методом утилитного класса экзекьютор а именно new single-thread с шеду лет экзекьютор нам нужен шеду лет ряд экзекьютор и нам нужен всего лишь один поток который будет собственно в этом экзекьютор сервисе работать мы используем версию которая принимает себе в качестве аргумента thread факторе нам это нужно для того чтобы при создании нашего нового потока нам установить ему флаг даймон как true ну и также установить имя для начала что такое даймон поток что за демон потоки почему мы как бы в нашем случае используемся даймон ту демон потоки это такие потоки которые будут автоматически остановлены вместе с остановкой непосредственно вашего его живем живем останавливается тогда когда заканчивает выполнению последний не демон поток нашем случае мы как бы всегда будем генерить этот токен и нам в принципе не важно то есть он это action который должен будет приходить абсолютно всегда поэтому в нашем случае мы не хотим специально как-то не останавливать наш и диктор сервис поэтому мы делаем поток который будет собственно в этом диктор сервисе работать демоном и живем его сама остановит также мы пользуемся atomic интежером для того чтобы генерировать уникальные имена для наших потоков но в данном случае так как у нас только один поток будет то есть это вызовется один раз increment get не будет несколько раз вызываться но atomic интежер это такой специальный класс который по сути является оберткой над интежером и с ним можно работать безопасно из разных потоков и так диктор сервис у нас уже есть поэтому сейчас давайте посмотрим на логику того как мы будем заниматься непосредственно созданием генерации нашего нового токена и его рефрешу самом конструкторе первым же делом мы добавляем в качестве таски в наших диктор сервис лямду которая по сути является рано было но это метод референс на наш на метод рефреш токен который объявлен в этом же классе давайте на него смотреть и разбираться как он работает рефреш токен это метод который непосредственно отвечает за генерацию токена здесь мы понятное дело все делаем в тройке ч блоки здесь нет никаких условий потому что мы точно знаем что если мы все-таки вызываем метод рефреш токен он точно вызывается в нашем гранд потоки и мы уже как бы на момент его вызова мы точно знаем что нам нужно генерировать новый таки поэтому безусловно первым же делом мы из нашего токен ретривера вызываем этот get генерируем нам новый токен после чего на основании текущего времени и также времени до которого наш новый токен будет валиден мы рассчитываем delay то есть через какое время нам нужно будет генерировать токен заново и вызываем пользуемся методом шеду у нашего шеду лет экзекьютор сервиса который опять же принимает рано был в нашем случае это опять метод референс потом он принимает дела и то есть через какое время нужно этот рано был запустить и в каких собственно единицах времени это указано у нас этого на секундах после того как мы как бы за сабмит или таску на уже рефреш нашего токена мы создаем наш изов мы создаем райт значение потому что наш токен успешно был сгенерен кладем туда новый токен и присваиваем его в волатайл переменную то есть после вот этого в рай то любые чтения которые будут делаться в где токен они уже увидят новое значение также вот в случае ошибки если при генерации токена произошла какая-то ошибка то мы в наш экзекьютор сервис добавляем таску опять же на рефреш токена но только уже с задержкой которая у нас будет задано через конструктор через какое время в случае ошибки миги мы генерим новый токен и уже в качестве коран токена мы присваиваем left значение нашего изера где собственно храним тот самый exception который у нас был сгенерирован при генерации токена и того если немножко подытожить на данном этапе что мы видим при создании нашего токен холдера первым же делом мы будем создавать экзекьютор сервис который сразу же добавляем таску на рефреш токена то есть создание нового токена будет происходить практически сразу вот только как только мы создали данный объект в самом методе рефреш токен каждый раз когда мы сгенерировали новый токен мы будем рассчитывать сколько у нас есть времени до того как токен станет него лизин и на собственно эту задержку мы будем добавлять новую таску то есть по сути генерация токена будет делаться бесконечно каждый делаясь каждый раз после времени когда токен был валить идем неплохо все что осталось это реализовать метод инвалиды токен давайте посмотрим как мы будем его реализовать самым первым делом мы в локальную переменную делаем volatile read и читаем по сути наш текущий токен это текущий токен мы проверяем что он действительно не нал потому что например можно вызвать метод инвалиды токен в самом начале когда по сути его еще нет и проверяем что каран токен с помощью специального метода exist данный метод будет принимает в себя функцию которая будет применяться только к правому значению нашего изова то есть если мы вызываем exist на изоле который по факту левый то есть там какая-то ошибка то этот метод сразу по умолчанию возвращает false нашем случае мы получаем функции которую принимаем передаем в exist наш текущий токен смотрим его значение сравниваем с текущим и если exist возвращает true значит у нас действительно каран токен это токен который невалиде и вот в этом моменте мы понимаем что да там действительно невалидный токен нам нужно с этим что-то сделать что мы будем делать невалидным токеном мы конечно же его сразу же за нулим чтобы все другие потоки которые например вызывают метод гиттокен перестали использовать невалидный токен и начали как бы ждать генерации нового токена ждать нового refresh на того токена помимо того что мы зануляем значение текущего токена нам нужно сразу же здесь вызвать генерацию нового токена потому что текущий невалидный и нам нужно его генерировать заново и вот эти две задачи по факту не такие простые как могут показаться первое что идет приходит в голову это просто присвоить значение налов каран токен но на самом деле просто делать волатайл в райт здесь мы не можем почему потому что между нашим волатайл ридом и нашим волатайл в райта могло произойти все что угодно например сгенерила сгенерировался новый токен то есть наш корон токен обновился но мы успели прочитать еще старый и как бы по сути нам занулять уже ничего не надо чтобы обойти эту проблему мы воспользуемся специальным классом atomic reference atomic reference это специальная отбертка над волатайл полем в данном случае если мы используем в качестве типа нашего поля класса atomic reference делать волатайл саму переменную уже не нужно качестве самой переменной в atomic reference это все тот же из как меняется использование если вы перешли с волатайл переменной на atomic reference везде где у вас было чтение вы начинаете вызывать этот get и везде где у вас была запись вы начинаете вызывать метод set передавая собственно значение данном случае в методе инвалиды токен для чего нам нужен был вообще этот atomic reference для того чтобы можно было использовать compare inswap операции зачем почему давайте разбираться когда мы поняли что наш токен действительно не валиден нам нужно занулить текущий токен но занулить его нужно только в том случае если в нашей переменной по-прежнему находится тот старый токен который вот мы прочитали до этого в atomic reference как раз таки есть специальный метод который называется compare inset который позволяет вам в качестве первого аргумента передать токен который вы ожидаете что по-прежнему находится в вашем atomic reference и передать новое значение которое будет собственно присвоено но в качестве нового значения данный метод compare inswap возвращает булево значение если такая операция действительно перезаписала ваш ваше значение в atomic reference то вернется true в противном случае вернется false именно поэтому мы используем здесь ив чтобы как раз таки в теле уже ифа выполнить какие-то действия на случай если наше наше значение в atomic reference и действительно перезаписалась хорошо мы как бы теперь мы занулили токен мы точно знаем что другие потоки если не вызывает метод get токен они будут ждать генерации нового токена теперь нужно разобраться что же нам делать как нам сгенерировать новый токен опять же может показаться что мы можем просто добавить в наш экзекитор сервис вот прямо сейчас таску на то чтобы он ее выполнил с генерации нового токена но мы по сути так сделать не можем почему потому что если мы здесь вызовем метод execute отдав туда как бы метод референс на наш refresh токен он как бы сгенерируется да по новую здесь нет никаких проверок все будет классно но у нашей уже есть задача в экзекитор сервисе которая вот должна выпадет выполниться через какой-то промежуток времени чтобы сгенерировать новый токен и вот если мы сюда добавим еще одну задачу которая выполнится прямо сейчас то у нас будет уже две задачи в экзекитор сервисе которая через определенные промежутки будут генерировать все время новые токены мы такого понятное дело не хотим поэтому давайте думать как решить эту проблему чтобы решить эту проблему нужно вспомнить что если вы добавляете какую-то задачу в экзекитор сервис то он вам возвращает специальный объект фьюча фьюча это обертка над результатом и у фьюча в нашем случае так как мы вызываем метод например шедл у нас возвращается специальное расширение интерфейса фьюча это шедуле фьюча вот у фьюча я специальный метод канцел который собственно и позволяет вам закрыть задачу то есть сделать ее невыполнимый нашем случае так как у нас уже есть например какая-нибудь какая-то задача которая выполнится через какое-то время и она рефрешнит вам токен нам чтобы в случае когда мы поняли что наш токен не валиден и мы уже его занулили нам нужно эту задачу закрыть и как бы добавить новую задачу которая нам собственно новый токен из генерирует для этого в нашей переменной помимо того что мы храним непосредственно atomic reference на наш изор с нашим результатом нам нужно еще хранить шеду лет фьюча которая будет по сути фьючей генерации следующего токена мы можем создать какой-то отдельный класс у которого из два поля это наш изор и новое поле фьюча но мы можем воспользоваться уже стандартным классом который есть не в стандартной библиотеке этот apple 2 то есть это по сути класс который просто хранит два значения нашем случае это первое значение изор второе значение это наша шеду лет фьюча и это все по-прежнему atomic reference в этом случае в нашем методе инвалиды и токен когда мы действительно занулили токен и поняли что нам нужно генерировать новый токен первым делом мы конслим нашу фьючу с передавая туда булево значение false false означает то что если наша токен уже генерится то есть если наша фьюча сейчас в данный момент выполняется нам не нужно интераптить наш поток это значит что как бы да еще сейчас на данный момент токен не валидный мы это выяснили но вот уже вот вот сейчас будет присвоено туда новое значение там появится новый свежий токен то есть нам как бы вот этот экзекьюшен то есть в рефреш вот этого токена который может происходить сейчас вот в этот момент нам консолить не нужно интераптить его не нужно и следующим образом мы сразу же передаем с обмитим наш экзекутор сервис новую таску на рефреш токена но здесь такой важный момент что если вот как раз таки когда мы консолили нашу фьючу данный момент новый токен генерировался просто значение еще не перезаписалась мы там еще где-нибудь были заблокированы на каком-то операции мы как бы не закрыли нашу таску но сейчас мы даем как бы генерацию нового и вот когда мы с обмитим новую таску на генерацию нового токена нам нужно проверить действительно ли нам нужно его генерировать потому что вдруг он успел сгенерироваться но при этом там эту таску новую мы добавили для этого мы пользуемся тем фактом что до этого мы только что занулили наш токен как бы если мы сейчас вызываем этот рефреш токена нам необходимо проверить является ли наш текущий токен который есть налом поэтому мы добавляем новый буллин буллин флаг в наш рефреш токен который будет называться человек токен на ability первым же делом мы читаем наша в нашем методе рефреш токен здесь важно понимать что рефреш токен он всегда вызывается из одного и того же потока это наш background red здесь мы вызываем get то есть мы читаем наш волатайл переменную если нам необходимо проверять ее на нал мы смотрим нал там или нет и если там действительно то есть если нам не нужно проверять это значит обычный стандартный экзекюшен то как бы вот это условие сразу становится true мы сразу начинаем генерировать новый токен если нам нужно проверять то вот это условие становится false и мы будем смотреть на вот эту ветку и здесь мы уже смотрим остался ли наш текущий токен налом то есть происходит ли это действие вот как раз таки после зануления токена здесь по сути все стандартно опять же считаем время пользуемся тем что эти китар сервис метод shadow возвращает нам фьюча эту фьючу собственно когда создаем то был of правая например и за и сама фьюча левый эзер и сама фьюча то есть по сути вот так уже выглядит финальная версия нашего кода так но отлично код мы написали пришло время его протестировать и понять действительно ли он работает конкретно в данном случае нам не нужно эмулировать какую-то очень сильно конкурентную среду потому что как только мы создаем наш токен холдер он у нас уже по сути многопоточный сценарий потому что другой поток мы по сути его не манеджем но у нас всегда есть и все все как бы тестирование такого кода сводится к тому чтобы просто протестировать нашу стоит машину чтобы привести как бы ее в одно состояние потом перевести в другое и проверить что ожидаемое состояние совпадает с реально имеющимся я не стал писать вообще все необходимые тесты которые покроют каждый сценарий для нашего токен холдера но написал три основных которые помогут вам понять как в целом писать тест для такого кода в каждом нашем тесте мы используем тайм-аут то есть если где-то что-то там заблокируется повиснет на долгое время то по тайм-ауту тест будет прерван и он будет зафейленным то есть это это не валидный исход ситуации каждом тесте мы будем создавать наш токен холдер в первом мы создаем его таким чтобы следующая генерация токена была максимально через не скоро и в этом случае мы просто вызывая метод get токен ожидаю что вот у нас другой поток вышел нашу нашего саплайера и получил токер response с нашим значением таким все максимально просто второй тест уже поинтереснее здесь мы проверяем что если мы вызовем несколько раз метод get токен то через какое-то время когда мы должны по новой сгенерить токен он у нас будет действительно рефрешнут в этом случае в качестве функции в качестве саплайера мы передаем туда саплайер который будет использовать сайт сайт клик барьер это специальная утилита многопоточного программирования который есть метод а ведь и как только нужное количество потоков которые вы передали в аргументе конструктора вызовут метод а ведь они все ну то есть если только один например вызвал он будет заблокирован когда их вызовет количество которое равно вот этому числу то все они с метода а ведь продолжит свое выполнение здесь мы собственно как бы блочимся на нашем барьере и после того как он выполнился мы возвращаем response что здесь важно отметить это то что барьер он сайт клик то есть он цикличный если вы один раз вызвали метод а ведь из одного потока из 2 они оба потом начали работать и как бы барьер обновился то есть вы потом можете опять вызвать метод а ведь и будете опять ждать пока второй например поток опять вызовет метод а ведь возвращаем токен респонс здесь мы используем опять atomic integer чтобы следить за тем чтобы наш возвращаем итоги действительно менялся и время жизни токена она как бы текущая то есть каждый раз нам нужно все время по-новые по-новые 10 новый таки в основном нашем потоке мы а вы этим все на барьере то есть когда наш background поток тоже дойдет до вейта они здесь оба разблокируются потом мы используем специальную вы вы видите ли ти библиотеку которая позволяет нам что-то осердать с какой-то с каким-то промежутком времени в течение какого-то ждать то есть ждать какого-то сершина и в первом освещении мы вызываем этот гиттокен и ждем то что он будет токен один вот каунтер нет с текущим значением токена собственно потом мы опять вызываем этот барьера вейт то есть самом начале вот когда мы здесь дали мы как бы провалились сюда то есть у нас был сгенетился токен респонс первый раз потом сразу же так как у нас время instant now у нас наш пограунд red опять начал нам генерировать новый поток и он опять начал ждать вот этот барьер вейт он начнется главный проток пока он выполнит вот этот вот код потом опять вызвали laureate и потом следующий гиттокен опять мы ждём что он как бы значение будет следующее увеличенная ну и третий наверное самый залихватский тест это проверка на то что после invaliadence токена точнее когда мы будем вызывать invalidate токен если у нас уже генерируется новый токен инвалидет ничего не сделать то есть мы не будем генерировать токен там несколько раз как это все делается и достигается опять же в нашем сапплайере если мы вызываем его первый раз то мы вызываем то мы просто возвращаем наш там токен единица и генерировать его нужно прямо же сейчас во второй раз когда мы будем вызывать наш сапплайер мы заложимся на кандал лучше который будет ждать какого-то сигнала от main потока ну и потом сбросим другой кандал ложь который скажет что все мы уже выполнили наш сапплайер ну и уже после первой экзекюции у нас будет возвращаться токен время жизни которого условно бесконечная и сам непосредственно тест main потоки мы сначала делаем вызываем get токен смотрим что там действительно токен один то есть вот выполнилась вот эта вот ветка потом сразу же наш background поток зашел вот в эту ветку и теперь ждет отмашки от main потока мы эту отмашку как раз таки в main потоки и даем точнее мы ждем мы здесь ждем что наш background red уже пришел и начал выполнять непосредственно генерацию нового токена потом мы когда вот мы знаем что вот вот в этом месте в main потоки мы дождались ну то есть мы дождались того момента что background red который генерит нам токены он начал уже генерить новый то есть мы точно знаем что он там что-то делает что-то пыхтит это там то фьючер который у нас лежит она как бы что-то выполняется в ней мы делаем инвалиды токен и вот вот этот как раз таки инвалиды токен он нужен для того чтобы проверить кейс когда вы консолите фьючер она сейчас работает и потом вот вы даете отмашку из main потока что все как бы мы его выполнили и выпал по сути вот разблокировать и вот в этом месте уже бы гранд поток то есть он вам сгенерит новый токен и вот по сути получается следующий get токен он уже будет в токен 2 и здесь вы проверяете что ваш кампер остался в двойке то есть ваш сапплеер вызвался только два раза то есть по сути как бы да это выглядит на самом деле достаточно сложно но вам здесь уже не надо непосредственно вот как-то пытаться генерить новые потоки устраивать какую-то сильно конкурентную среду то есть тот же вот gc стресс который мы тестировали все до это здесь уже мне как бы сложно представить какие конкретные тесты нужно написать на джессе стрессе чтобы это было как-то оправдано ну и здесь же в этом пункте давайте очень быстренько посмотрим на производительность нашего решения если честно в нашем быть марки мерить тут по сути вообще нечего потому что наш гит токен сводится во многом просто волатайл чтению одному единственному и все если мы посмотрим на результаты которые есть у нас для данного быть марка то видно что они очень даже велики то есть это там в три-четыре раза больше чем лучше производительность когда мы решали задачу с блокировками но по сути эти цифры ни о чем не говорят потому что как бы ну да вот просто такое решение просто волатайл рид то есть вы просто по сути измеряйте производительность волатайл рида ну и какие же выводы мы можем сделать из всего того что мы уже написали первая задачу мы непосредственно решили второе мы посмотрели как же написать тесты для подобного рода задач как как их правильно сделать чтобы они действительно были для вас полезны также мы непонятно зачем но посмотрели на производительность такого решения ну и собственно все и вывод итог здесь по сути только один чтобы написать такой код вам было уже необходимо до этого знать и разбираться с экзекьютор сервисом с atomic reference и прочими другими различными классами которые все вам это и позволяет сделать единственный способ об этом узнать это учиться не останавливаться расширять свой кругозор и узнавать новые вещи поэтому это наверное самый главный и единственный вывод из всего этого видео ну и на этом все на связи был mjc мы с вами прощаемся саша я передаю привет всем пока